Спасибо, мадам. Вопросы, прежде чем я перейду к конкретным вопросам, выделенные на сегодня. Я посмотрел на Конституцию Беларуси вчера вечером, статья 61 и 62, и я хотел бы добавить несколько слов к тому, что было сказано вчера, и задать вопрос по этому поводу. Суть нашей дискуссии вчера по поводу связи между комитетом и государством заключается в том, что два канала связи существуют. Первое – это отчетность, это то, чем мы занимаемся сейчас, и мы рады, что этот канал вновь открылся, и благодарим за дополнительную информацию, которую вы дали сегодня утром, и за информацию о позитивных изменениях. И второй канал связи – это индивидуальные сообщения по положению факультативного протокола, и здесь у нас существует проблема, что мы видим в плане отсутствия сотрудничества. И хотелось бы рассмотреть этот вопрос для возможного изменения ситуации вчера. Я упомянул, что у нас нет послужного списка выполнения наших рекомендаций, политика рассматривает их как рекомендации, и нет случаев по применению наших мер. Это рассматривается как преднамеренная политика стороны государства. И затем, в-третьих, постоянная информация, которую мы получаем относительно того, что мы не будем сотрудничать с вами, я здесь два года, и мы постоянно получаем индивидуальные сообщения, и получаем вербальную ноту от государства, где говорится об отказе сотрудничать или что государство не сотрудничает. И в этом контексте существует беспокойность относительно того, что первый факультативный протокол может рассматриваться как мертвая буква, если ничего только не будет сделано, если будут использоваться попытки блокировать звонки. Итак, я посмотрел на вашу Конституцию. Статья 61 гласит, что каждый в праве, в соответствии с международными правами и аспектами, униципированной Республики Беларусь обращаются в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. И наша проблема в том, что в связи с нами заявление об отказе сотрудничать рассматривается не только в свете факультативного протокола, но также в свете данного положения Конституции. В статье 62 говорится, что каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления защиты прав, в том числе пользуется любой при обращении международной организации и так далее. Одна из причин, по которой выдвигается относительно отказ от сотрудничества, заключается в том, что юристы обращаются от имени автора, и это опять же противоречит положению статьи 62. Этот вопрос я хотел обсудить с вами, это вызывает у нас тревогу, что данный вопрос сотрудничества, мы должны использовать эту возможность, процесс отчетности, в котором мы находимся сейчас, для того, чтобы мы смогли преодолеть эти препятствия и наладить взаимодействие по факультативному протоколу и в том, что касается признания этих прав Конституции. Второй вопрос, на котором хочу остановиться. Вчера я задавал вопрос об отчете сотрудничества, взаимодействии по поводу Алексея Миколения. Было ли приведено в исполнении смертные приговоры? Сегодня я получил ответ. И мне хотелось подчеркнуть, что наши промежуточные временные меры были 1 февраля 2018 года. Я копию могу передать. И вербальная нота от 19 июля 2018 года. Мы задавали вопрос о том, был ли он казнен или нет. Этот вопрос находился на нашем рассмотрении. Мы располагаем информацию, что его казнили в тайне. Я думаю, что информация по этому поводу будет примером сотрудничества, если мы сможем наладить такое сотрудничество. И последний вопрос. Смертная казнь, о чем вы говорили сегодня и ваша позиция по второму факультативному протоколу. Комитет исходит из того, что международное право не требует отмены смертной казни в одночасье. Требуется то, чтобы обеспечивались, по крайней мере, минимальные гарантии. К примеру, наличие адвоката, возможность направления кассационной жалобы, введение этой меры наказания за самые тяжкие преступления. И вы говорили о вашем голосовании в Генассамблее. Это является, безусловно, позитивным шагом. И мы призываем вас действовать более оперативно. По крайней мере, в том, что касается обеспечения минимальных стандартов, в течение их соблюдения, так как это гарантия, которая предусматривается самим пактом. И далее. Общественность играет свою роль, безусловно. Но постепенный отказ от исполнения мерочного наказания, безусловно, является важным. И меняется также точка зрения общественности. Ну и, наконец, последнее, о чем вы говорили, это правила процедур. Я только что сверился с факультативным протоколом. 116 государств-участников подписались под ним. И мы ни в коей мере не навязываем им то, каким образом им следует осуществлять наше заключение и рекомендации по факультативному протоколу. Это прерогатива государств. Именно государства. Они располагают либо разными системами для осуществления рекомендаций. Поэтому мы, как комитет, ни в коей мере не ставим перед собой целью навязывать вам какие-то варианты для интеграции этого ваше национальное законодательство. Хочу также кратко остановиться на четырех вопросах. 17, 23, 25 и 27. Вопрос 17 касается предварительного заключения. Это право на свободу и личную неприкосновенность и гуманное обращение с лицами, лишенными свободы. Статья 9 и 10. В нашем замечании общего порядка 35, мы об этом в частности говорим, мы обеспокоены тем, что административные и другие формы задержания становятся систематическими в вашей стране с 2016 года и используются как часть политического сдерживания активности гражданского общества. Выдвигаются обвинения и зачастую это сфабрикованные обвинения, на основе которых лиц задерживают. Более того, речь идет о задержании на продолжительный срок. То есть, как правило, в мире предварительное задержание – это как раз самый опасный момент, когда, как правило, случаются случаи пыток и жестокого обращения. Поэтому эта тема вызывает особое беспокойство с точки зрения прав человека. Информация, которую мы располагаем, которая содержится в вашем докладе, также указывает на то, что заместитель прокурора, руководитель Следственного комитета, а также представители Национальной службы безопасности – все располагают полномочиями на задержание граждан. И, естественно, основное требование – это направить материалы в течение 48 часов для рассмотрения судьей. Более того, лица должны лично предстать перед судьей. Ваш УПК содержит положение, регулирующее процедуру обжалования. Тем не менее, это вызывает у нас определенные вопросы. Судя по всему, требуется как минимум три дня на то, чтобы было рассмотрено это обжалование. То есть, получается, открывается вот это окно от одного до трех дней предварительного задержания, когда, по сути, человек находится в непростых условиях. И более того, нас беспокоят в целом сами условия содержания, предварительного содержания, лиц, находящихся в ожидании судебного разбирательства. Насколько я понимаю, суд может перепроверить процедуру и может проверить также существо рассматриваемого дела. Тем не менее, нам бы хотелось получить ваши комментарии на этот счет. Вопрос 23 касается гарантии на справедливое судебное разбирательство и независимость органов правосудия. Здесь, в частности, речь идет о представителях оппозиции и правозащитниках, которые попали под стражу после президентских выборов 6-го и 10-го годов. В трех случаях был, в частности, вынесен смертный приговор в качестве высшей меры наказания. Нам бы хотелось получить дополнительную информацию на этот счет, поскольку этот вопрос вызывает особую тревогу у нас. Получаемая нами информация указывает на то, что эти политики не имели права на защитника. Это первое. Второе. СМИ также начали ссылаться на их вину еще до вынесения официального судебного решения. Таким образом, не соблюдается концепция презумпции невиновности. Далее вопрос 25 касается прописки, то есть адреса регистрации места жительства. В своих ответах вы представляете информацию, вы говорите о том, что система прописки налагает определенные ограничения на свободу передвижения, которые гарантируются статьей 12 протокола. Вы говорите, однако, что 1 января 2008 года эта практика была упразднена. Хотелось бы узнать, чем эта система была заменена и каким образом сочетается это с обязательствами по гарантии свободы передвижения. Ну и, наконец, в наших вопросах мы также ссылаемся на ситуацию Елены Танкачевой, высылку белорусской правозащитницы, которая жила 30 лет в Беларуси до тех пор, пока ее не выслали. И информация, которую мы располагаем, указывает на то, что было принято судебное решение, но мы не совсем понимаем, каким образом она нарушила общественный порядок. Судя по всему, официальная причина для вменения ей вины заключалась в превышении скорости. Далее, в том, что касается свободы совести и отказа от армейской службы в силу идеологических соображений, насколько мы понимаем, последний закон был принят в 2015 году в вашей стране, который открывает возможности альтернативной военной службы, то есть для тех, кто отказывается идти в армию по религиозным и другим соображениям. Здесь определены разные сроки, например, 24 месяца для лиц, располагающих таким образом дипломом высшего образования, что в два раза больше, чем средняя продолжительность традиционной армейской службы. Хотелось бы понять, откуда такое отличие, чем объясняет эта разница, и, наконец, не совсем понятно отличие по продолжительности альтернативной службы для дипломированных, недипломированных граждан. Ну и, наконец, чем объясняется такая разница по сравнению с традиционной продолжительностью? Эту меру можно рассматривать таким образом как карательную, учитывая, что продолжительность выше. Благодарю вас, господин Хейнс, за ваш эффективный подход. Вот слово господин Хейнс.